В Актау разгорается нешуточный скандал. Бизнесмен Наврус Бархударов утверждает, что его транзитный многотонный груз необоснованно удерживает в стране. Предприниматель несет убытки. Каждая неделя простой. Ему обходится в полтора миллиона тенге. Наврус Бархударов не скрывает своей досады. Опытный и неконфликтный бизнесмен признается, что чаша терпения переполнена. Уже третью неделю на станции в пригороде Актау простаивают 9 вагонов одежды из Китая, направлявшиеся в Азербайджан. Предприниматель уверяет, что груз весом несколько сотен тонн не выпускает из республики из-за перегруза всего в 7 килограммов. И через рану у нас уже поток идет. Уже тормознули тут. Останавливают. Уже клиенты знают. У меня работы здесь нет. Останавливают. В Казахстане уже боятся. По словам Навруса Бархударова, он уже 15 лет занимается перевозкой груза в Азербайджан через Каспийское море. За использование транспортного коридора он ежегодно пополняет государственную казну почти на 6 миллионов долларов. Однако, по его словам, сотрудникам комитета по государственным доходам показалось, что этого недостаточно. Проверять бизнесмена взялся специалист из Астаны. Две проверки ничего не показали, а вот третья обнаружила тот самый 7-килограммовый перегруз. Абдур Хаиров с Астаны приехал. Инспектор. С управления. Мне фамилию дают. Тюлемеев Иркин. Потом. Он сам написал. Харимов Нурлан. Меня приглашают в Астану. Или что вы? Якобы, в эти вагоны нашли 7 килограммов лишнее. Растаивание товара обходится бизнесмену в полтора миллиона еженедельно. Но, как говорит предприниматель, решать свои дела личными беседами в кабинетах чиновников он не привык. Предположение о том, зачем его неофициально вызывают в столицу, напрашивается само собой. Ответы на вопросы, насколько справедливы слова Новруза Бархударова и законы ли действия проверяющих в ближайшие дни нам должны ответить в Комитете по госдоходам республики. Мы отправили им запрос. Тем временем бизнесмен говорит, что его азербайджанские партнеры настаивают на том, чтобы он перевозил свой товар через Иран. И надоели постоянные срывы поставок из-за повышенного внимания казахстанских проверяющих. А это значит, что наша казна потеряет миллионы долларов, а иранская приобретет. Жанна Сагидолок, зам Андекаманкулов, информбюро ОКТАО.